Ежедневная планерка в Центре управления регионом прошла не совсем обычно. Традиционный разбор полетов предварило обсуждение общих итогов за полугодие. Статистика показала, что небольшой коллектив справился не только с организационными вопросами в своей работе, но и сумел помочь тысячам жителей республики. Больше 11,5 тысяч обращений поступило вообще в ЦУР. Большая часть из них через инцидент-менеджмент, то есть то, что мы ловим в социальных сетях. И что самое важное, большая часть из этих вопросов, она решена, либо расписана дорожная карта, когда это будет сделано, в какие сроки, кто исполнитель. То есть для людей это очень понятно, люди все это понимают прекрасно. Сейчас специалисты Центра управления регионом больше внимания уделяют внедрению платформы обратной связи. Она вписана в сайты Министерства ведомства Мордовии и очень эффективна в решении проблем граждан. Человек видит все прохождение своей жалобы, своего обращения по этой платформе, то есть видит, когда оно находится, где, на каком уровне, то есть у руководителя уже, у исполнителя. И конечный итог приходит непосредственно человеку на электронную почту. То есть человек, получая ее, он может высказать свое неудовольствие, то, что он не получил удовлетворение от решения этой проблемы, или наоборот, то, что человеку все понравилось, что все это сделали. И, как правило, по системе, по платформе обратной связи у нас каких-то вопросов больших, серьезных нет. В канун Светлого праздника Дня Победы специалисты Центра управления регионом запустили новый проект. Они обращаются к жителям республики с просьбой написать им в социальных сетях или на сайтах органов власти о состоянии мемориалов войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Если деревенский обелиск разрушен или находится в неприглядном состоянии, ЦУР предпримет все необходимое, чтобы памятник был восстановлен. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин. Народные новости.